Друзья, всем привет! Сейчас я нахожусь на очередном нашем объекте, на котором мы делаем фасадные работы. Сзади меня находится небольшой кракасный дом, на котором мы уже делаем некоторые работы. В частности, мы уже сделали полностью контур утепления 50 мм минераловатным утеплителем и закрыли пленкой. Начали монтировать шаговую обрешетку. Вот такая вот у нас обрешетка здесь. Пленка у нас здесь немецкая Delta Neo Vent Plus. Она идет сразу с клеевыми полосками. Вот это вот все у нас проклеено здесь. Если дальше тянуть, то она достаточно хорошо уже приклеена. В качестве обрешетки мы используем сухую строганную доску. Японский фиброцементный сядинг. Как и любой другой фасадный материал, имеет определенные какие-то свои нюансы по монтажу обрешетки. Вот сегодня хочу вам сделать акцент на этот вопрос. Вот эта стена у нас уже полностью сделана. Здесь можно уже монтировать непосредственно сам фиброцементный садик. Но мы решили со всех сторон сейчас полностью сделать обрешетку. И потом уже начинать монтировать фасадные панели. Так как у нас дом небольшой, вот мы решили пойти именно по этому пути. Что такое японский фиброцемент? Это вот такие вот большие панели. Шириной 45 сантиметров, длиной 3,05. Лежат они у заказчика в таком вот состоянии. На поддоне. Закрыты полностью стрейчем. Он их заказывал сам. Есть здесь у нас некоторые детали. Вот такая вот соединительная планка. И вот такая вот стартовая планка. Значит длина панели у нас идет 3,05. По инструкции мы ее должны будем соединять с другой панели вот через эту соединительную планку. Соответственно мы, когда делаем обрешетку, должны этот вариант учитывать. Если посмотреть на эту стену, на которой мы уже сделали пленку, сделали контурутепление, обратить внимание вот на эти вот углы, то здесь мы сделали сразу шаговую обрешетку угловую. Очень важно выставить сразу угол для того, чтобы знать точно, на каком расстоянии у нас будет идти стыковочная доска. Сейчас мы будем от правого угла идти, отмерять расстояние 3 метра 3 сантиметра, так как у нас панель имеет такую длину, и в середине ставить там стыковочную планку. Вот так вот у нас выглядит угол. Соответственно, когда мы прикладываем вот эту доску, нам понятно, откуда нужно будет делать замер. Мы упираем рулетку, вот так вот сверху я вам покажу, упираем рулетку вот в эту доску, да, и отмеряем размер 3.03. Держишь? Да, я покажу, у нас используется вот такой вот маркер, покажи маркер. Вот такой вот маркер, где у нас получилось? Вот это расстояние, да? Вот, отсюда, соответственно, мы берем опять 3.03 и замеряем туда, правильно? Да. Давай. Апундук. Так, ставим вот на эту метку, да, и... Подержи, пожалуйста. И ставим сюда, правильно? Вот мы начертили. У нас получается небольшой такой вот, небольшой кусок, который уходит в угол. Такой кусок у нас вот здесь вот, и такой же кусок у нас идет вот здесь вот. Все эти стыки согласованы с заказчиком, то есть мы сами ничего не придумываем, можно было сделать посередине, можно делать от края, но вот именно такой рисунок, это изначально так рассчитывала компания, которая продавала фасадные панели на этот дом. Вот тут у нас получается два стыка. Дальше для монтажа обрешетки мы используем вот такой вот замечательный крепеж, называется дистанционный саморез. Вот так вот он выглядит, с такими вот насечками специальными, с помощью которых можно делать, как бы оттягивать доску от стены. Эта резьба вкручивается в брусок, эта насечка оттягивает доску, когда мы выкручиваем саморез. Биты у нас, покажи, на шуруповерте. Вот такая вот бита, бита Т-30, по-моему. Да, Т-30. Сейчас мы покажем вам, как закручивать этими саморезами обрешетку. Вот эта метка у нас. Вот это. Сразу прикладываем уровень, для того, чтобы у нас доска была вертикальна. И закручиваем саморезы. Закручиваем саморезы, получается, вот в этот нижний брусок. Там, где находится брусок, легко определить вот по этим скобам. Ровно? Да. Начинаем устанавливать вторую стыковочную доску. Значит, у нас здесь две метки. Одна центральная, другая крайняя, для того, чтобы нам сразу поставить эту доску. Выводим ее на нужную высоту, на которую нам нужно. У нас обрешетка начинается вот с этого момента. Прикладываем уровень. 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 так смотрим здесь у нас получается расстояние сколько 297 да если мы берем вот отсюда просто примерно там 50 раз доска 2345 досок могут пять досок тогда через 50 сантиметров примерно там делаете плюс-минус да и у нас получается здесь такая же обрешеткой ты тоже самое тогда здесь получается приключаемся на эту стену чтобы ускорить процесс сейчас мы натягиваем нитку закручиваем такие вот острые 19 саморезы с перед шайбой максимально сильно натягиваем нитку первый ряд нитки сделали второй ряд мы закручиваем так где у нас дистанционный саморез для того чтобы удобнее было выравнивать выравнивать плоскости иные давай прикручиваем натягиваем нитку с той стороны делаем то же самое стараемся максимально сильно натянуть но особо сильно тоже не нужно переусердствовать потому что нитка может порваться но ее нужно натягивать она хорошо натягивалась прижимаем саморезом расстояние от дистанционного самореза для дистанционного самореза у нас 60 сантиметров так как обрешетку под утепление идет шагом 60 сантиметров сейчас мы будем вытягивать вот эти вот крытыши которые у нас здесь есть вот на этой стене их достаточное количество и покажем вам как это быстро можно делать с помощью такого замечательного крепежа как дистанционный саморез начинаем вытягивать так вытягиваю вот у нас получается зазор все висит на дистанционном саморезе дальше сантиметров вот это мир за то есть вот смотрим на верхнюю доску видно что она у нас углублена примерно там на сантиметр может быть даже полтора вот эта доска у нас видно что у нас зазор у нас грубо говоря с учетом того что доска вот эта толщина 20 миллиметров когда мы ее отодвигаем толщина получается вентиляционного зазора ну минимум то 30 миллиметров вот так вот это выглядит если у нас например ну вот мы беру доска немножко уходит да потому что дистанционный саморез у нас находится в середине ширина доски 10 сантиметров можем для жесткости ну когда это необходимо закрутить дополнительно еще один саморез то нас получается такая мини ферма который не дает туда-сюда ходить доски дальше когда мы монтируем нашу обрешетку у нас есть вот такие вот стыковочные места для того чтобы вот так вот они туда-сюда не ходили потому что такое тоже бывает желательно их соединить для этого есть вот такая вот у нас напиленный осп вставляешь вот так вот сюда вставляю и 25 саморезами обычными желтыми мы закрутки прикручивать осп к нашей обрешетке четыре саморезового достаточно для того чтобы у нас вот эти вот доски были в одной плоскости все вот у нас получился стык так вот это выглядит со стороны дальше ребята сейчас будут ну делать обрешетку вот на этой стене когда сделать вот эту стену может быть не знаю поставить там леса третью стену сделают вот они уже будут натягивать везде нитку там где у нас дистанционный саморез вытягивать сухую строганую доску от стены примерно в нашем случае так как дом более-менее ровно у нас получается где-то сантиметра полтора соединять все стыки как вот здесь вот мы сейчас сделали с помощью усп чтобы доска была такая как бы цельная вот и монтировать обрешетку на которую потом в дальнейшем будем монтировать фиброцементный ссадин кедрал особое внимание к окнам вот там где окна у нас идет мы делаем дополнительную обрешетку и в зависимости от того какой у нас будет около оконный элемент там металлическая около оконная планка либо это кедрал либо это пластиковая около оконная планка вот мы уже делаем обрешетку под окна но это наверное по этому поводу будем отдельное видео снимать вот такой вот небольшой видеоролик и так друзья вот такой вот небольшой видеоролик у нас получился если есть какие-то вопросы пишите а так самое главное берегите себя и не болейте все всем пока